Большинство мужчин подходят к подбору своего гардероба для работы так же, как и к подбору повседневного гардероба. И это значит, что они не особо задумываются об этом. Это большая ошибка. Вы должны понимать, что гардероб для работы более важен, чем повседневный. Во-первых, он влияет на вашу репутацию. Никому не хочется, чтобы на работе все обсуждали вашу одежду, которая выглядит так, будто от вас плохо пахнет. Также одежда влияет на то, каким вы видите себя, влияет на вашу уверенность в себе. Когда вы смотрите на себя в зеркало и понимаете, я достаточно красиво одет и выгляжу максимально хорошо, это повышает уверенность в себе. И давайте обсудим то, что вы носите, и как это влияет на то, как вы себя ведете и чувствуете. Это называется наукой об одетом сознании. Классический пример, у вас есть большая группа студентов в белых халатах. Одним сказали, что это малярные халаты, другим, что это врачебные халаты. Они сдавали экзамен. Угадайте, как сдали экзамен те, которые думали, что они носят врачебный халат? Они сдали экзамен лучше, чем другие. Если подытожить все это и подумать, на что это влияет? На ваш конечный результат. Ваш потенциальный доход в течение всей жизни может зависеть от того, как вы одеваетесь. Об этом писал Дэниэль Хаммермеш в своей книге «Красота вознаграждается». Вы можете потерять 250 тысяч долларов за всю свою жизнь, если не будете одеваться, как полагается. Итак, вопрос в том, как подобрать рабочий гардероб. В этом видео, джентльмены, я поделюсь с вами стратегией, впервые разработанной в ВВС США, которая состоит из пяти пунктов. Я ее адаптировал и собираюсь рассказать вам, как вы можете применить эту стратегию. Беспроигрышная стратегия, которую я собираюсь поделиться с вами для подбора вашего гардероба, на самом деле пришла из ВВС. Был такой полковник Джон Бойт, и он разработал так называемую «петлю Бойта», или по-другому «цикл Норд». «Цикл Норд» — это система мышления, основанная на аббревиатуре «Норд», которая расшифровывается как наблюдение, ориентация, решение и действие. Джон Бойт был летчиком военной авиации, принимал участие в Корейской войне и отличился как на поле боя, так и за его пределами. У него было прозвище «40 секунд». Ему требовалось всего 40 секунд, чтобы уничтожить противника в воздухе, из них 20 секунд, чтобы прицелиться. Тем не менее, величайшим вкладом полковника Бойта было не его умение летать, а то, чему он учил, и его ученики переняли его наследие. «Цикл Норд» был разработан на основе записей, которые делали его ученики. Он на самом деле не так уж и многое писал и рассказывал. С течением времени его учения становились все более и более ценными. Затем они вышли за пределы армии, и теперь их преподают в лучших бизнес-школах по всему миру. При всем при том, его не любили в ВВС США. На его похороны пришли морские пехотинцы, а не солдаты ВВС. Об этом я расскажу в конце видео, это достаточно интересная история. Но как это связано с мужским стилем, скажете вы? «Цикл Норд» вы можете применить к созданию своего гардероба. Первый пункт – наблюдение. Это кажется такой простой вещью, но многие мужчины, создающие свой рабочий гардероб, не уделяют времени наблюдению за тем, что носят люди из разных профессий, в городе, куда они собираются ехать или переезжать. Можно придумать массу оправданий, почему вы не можете поехать в Остин, чтобы посмотреть за тем, что происходит в компании, как одеваются люди. Но на самом деле достаточно просто отправить письмо по электронной почте и спросить, не могли бы вы прислать фото вашего офиса? Я хотел бы знать, как одеваются ваши сотрудники. Возможно, вы не собираетесь работать в крупной компании списка Fortune Global 500, а планируете начать свой собственный бизнес и войти на другой рынок. Вам все равно нужно собрать информацию о том, как одеваются профессионалы в этой сфере. Может быть, вы планируете открыть архитектурную фирму в районе Чикаго? Нужно ли вам быть в курсе последних новостей об уличном стиле? Не обязательно. Но если вы собираетесь встречаться с клиентами два раза в неделю, вы должны выглядеть как профессионал, потому что вы проектируете дома стоимостью в несколько миллиардов рублей. С другой стороны, вы хотите быть открытым. Представим, что вы отправляетесь в Майами продавать технику. Вы приехали из Калифорнии, но дело в том, что в Майами свой стиль, вы не хотите выглядеть так, будто вы чужак. И в этом ключ к созданию рабочего гардероба. Не нужно, чтобы одежда отталкивала от вас. Вы можете изучить разные варианты в Пинтерест, Инстаграм или журналах. Нужно сохранять спокойствие, собирать информацию и наблюдать за другими. Следующий пункт – ориентация. Вы должны сориентироваться и понять, где вы находитесь. Например, если вы управляете самолетом, вы должны знать высоту, на которой летите, знать количество топлива. Вы должны уметь ориентироваться в кабине пилота. То же самое с вашим гардеробом. Вы должны знать, какой у вас бюджет, сколько вы можете потратить денег. Я думаю, что когда вы создаете рабочий гардероб, и если вы новичок в этом, то, возможно, вам потребуется воспользоваться кредитной картой. Вы спросите меня, для чего? Этот гардероб будет приносить вам деньги, и если вы его не подберете, ваш начальник может сказать вам, «Слушай, у нас есть определенные стандарты, ты должен одеваться как полагается». Так что поймите, главное – начать. При этом вам не нужно идти и тратить кучу денег на одежду. Что же все-таки значит ориентация? Это понимание того, что у вас уже есть в вашем гардеробе. Возможно, у вас есть кто-то в семье, у кого много костюмов. Они примерно вашего размера. Вы можете взять их, примерить и подогнать под себя. Я уже упоминал об этом ранее, но ключевым моментом в ориентации является способность сканировать все, что вокруг вас, способность выходить за рамки возможностей, видеть то, чего не видят другие, рассчитать и представить, какими ресурсами вы располагаете, сколько у вас имеется времени и денег. Это все информация. Это очень похоже на то, что мы рассматривали в пункте наблюдения, но сейчас мы рассматриваем ориентацию. Мы ориентируемся, мы можем видеть то, что у нас есть в распоряжении. Следующая буква – R, и она означает «решение». Вы должны действовать, вы должны принять решение, но вот в чем дело. Не волнуйтесь, если вы примете неправильное решение. Почему это важно? Вам просто нужно совершить покупку. Прежде чем сделать это, рассмотрите все возможные варианты. Хотите ли вы купить эту пару обуви через интернет, или вы хотите купить ее в магазине? У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, особенно если вы покупаете дорогую высококачественную обувь. Как правило, покупая туфли через интернет, вы сэкономите немного денег, но у вас не будет возможности примерить их. Кроме того, иногда придется ждать несколько дней, может быть, сроки доставки поменяются, и вам придется ждать пару недель, в то время как в магазине вы можете сразу же примерить и купить обувь. Мне намного легче принять решение, когда у меня есть список, где расписано все по пунктам, что и как мне нужно сделать. Особенно если нужно купить большое количество вещей, это действительно помогает, когда у вас есть список. Так, мне нужно купить брюки, пиджак, свитер, обувь. Но в каком порядке это делать? Смогу ли я купить сразу разные пиджаки? Скорее всего, нет. Вам нужно будет сделать это в несколько заходов, чтобы продумать свой образ. Самое главное – уметь сочетать. Следующий пункт – действия. В нашем случае это совершение покупки, приобретение вещи. Добавьте ее в свой гардероб, начните носить ее и попробуйте сочетать с другими вещами. Вы тратите свои деньги, вы сами подбираете и покупаете вещи для своего гардероба, а он должен быть взаимозаменяемым. И прежде чем перейти к следующему пункту, я объясню вам, что такое капсульный гардероб, если вы не слышали об этом раньше. Если у вас есть 4 пары обуви, 4 рубашки, 4 пары брюки, 4 пиджака – это 16 элементов одежды. Но если они на 100% сочетаются друг с другом, то это 256 разных образов. Но главное то, чтобы их можно было сочетать друг с другом. Основное – это то, что у вас будет меньшее количество одежды, но при этом больше образов. Когда научитесь и начнете сами формировать свой гардероб таким образом, это принесет вам успех. Вы сможете сэкономить деньги, но при этом иметь в запасе большое количество разных образов. Пятый пункт цикла Норд – повторение. Нужно повторять этот цикл столько раз, сколько потребуется. Я хочу подчеркнуть это, потому что так много мужчин думают, что хватит всего одного раза, но они ошибаются. Многие идут в магазин и просто покупают все подряд. Я не говорю, что так делать не надо, но это большой риск. Я бы посоветовал вам добавлять в свой гардероб по одной-две вещи, чтобы видеть, как они сочетаются с другими вещами. Реальность такова, что вы можете ошибиться, когда будете покупать одежду. Вы приобретете несколько вещей, и они не подойдут к другим вещам. Вам потребуется вернуться в магазин и оформить возврат вещи, получить деньги и снова выбрать новую вещь. Сила цикла Норд в том, что вы постоянно развиваетесь и меняетесь. Вы постоянно находитесь в движении, не стоите на месте. Вы подстраиваетесь по ходу дела и решаете каждую проблему по мере ее появления. Итак, джентльмены, если вам нравится данное видео, и вы думаете, Антонио, надень уже галстук. Сделайте мне одолжение и нажмите кнопку «Мне нравится». Когда вы смотрите мои видео, это дает платформе YouTube понять, что это хорошее видео, и его нужно распространить и поделиться им с большим количеством мужчин. Давайте еще раз обсудим цикл Норд. Я подробно вам расскажу, как его использовать. Первую вещь, которую я заметил, когда начал изучать мужской стиль, вам нужно подобрать и образ, а не отдельные красивые вещи. Раньше я думал, что быть стильным – это иметь одну или две крутые дорогие вещи, но потом ты понимаешь, что их нужно с чем-то носить и сочетать. Я имею в виду образ. Стиль – это цепь, и эта цепь будет крепкая, если самое слабое звено будет прочным. Поэтому всегда помните, когда будете подбирать себе гардероб, всегда думайте, если я возьму эту вещь, даже если у нее скидка 90%, действительно ли это будет хорошей покупкой, если у меня в гардеробе нет ничего, с чем бы она сочеталась. Следующее, на что нужно обратить внимание, это то, что высокая цена не означает высокое качество. Иногда люди смотрят на цену и берут эту вещь, но может оказаться так, что это не та вещь, которая прослужит вам долгое время, и не факт, что она хорошего качества. Как же определить, что вещь высокого качества? Я рекомендую мужчинам зайти в самый лучший магазин мужской одежды в вашем городе и посмотреть на дорогостоящие вещи, будто брендовые часы, брендовая обувь, потому что когда вы можете посмотреть на товар и потрогать его, вы сразу получите представление и поймете, что вам нужно. Это очень важно, потому что когда вы видите высококачественную вещь на распродаже и знаете, что она подойдет к одному из ваших образов, вы уже думаете, что вам нужно ее купить, потому что она по скидке. Я вроде хотел купить спортивный пиджак, но это так выгодно, и подойдет ко всем моим штанам и рубашкам, и вы уже решили, что приобретете его. Следующий совет, который поможет вам сэкономить деньги, всем известно, что распродажи случаются в определенное время в году, не только в Черную Пятницу, но также магазины устраивают юбилейные распродажи. Если ваш адрес электронной почты окажется в списке, вам может повезти. На этом часто можно сэкономить деньги. И все это связано с наблюдением. Если у вас есть много времени, если вы тщательно ищете, то вы сможете сэкономить деньги, потому что можно поймать выгодное предложение и не переплачивать деньги, покупая вещь за полную сумму. Не удивляйтесь, иногда вам может не повезти, потому что я знаю, вы любите работать в пижаме. Но дело вот в чем. Когда вы хорошо одеты даже дома, когда на вас штаны, а не просто пижама или нижнее белье, вы будете работать более эффективно. Существует множество исследований, подтверждающих этот факт. Это не особо приятно слышать, потому что все хотят работать из дома. Но если вы владелец компании, вы как, например, Илон Маск, который отменил работу на удаленке, потому что ему нужен более высокий уровень производительности. Вы можете не соглашаться со мной, но вам следует самим это проверить и поставить перед собой задачу. Хотя бы пару раз в неделю мне нужно одеваться как на праздник, даже если я никуда не собираюсь. Потому что это поможет мне повысить производительность. Далее переходим к ориентации. Здесь самое главное понять, какая одежда у вас уже есть в шкафу. Вы открываете свой шкаф и видите, что у вас есть 7 рубашек. Да, большинство из них белые и светло-голубые. Но знаете что? Это то, что подойдет ко всему. Можно постараться и найти несколько недорогих классических рубашек, но не нужно тратить на них все свои деньги. Скорее всего, вам понадобится купить побольше пары брюк. Может быть так, что ваши брюки выглядят на вас хорошо, они хорошего качества. Но возможно, вы немного прибавили в весе, и они стали вам немного тесноватыми. Или возможно, вы уже не можете в них влезть. Что вы будете делать? Давайте обсудим спортивный пиджак. У вас есть один пиджак, который вам подходит и более-менее нравится. Другие совсем не то и совсем не подходят. Но теперь вы собираетесь больше общаться с клиентами. Вы хотите выглядеть немного лучше. Теперь вы менеджер, должны выглядеть соответственно статусу. Может быть, вам захочется раскошелиться и купить еще один пиджак. Не то чтобы раскошелиться, я имею в виду, что он в любом случае пригодится в коллекции. Это больше о рабочем гардеробе, о том, что вы хотите преподнести себя. Что касается свитеров, у вас их много, но не настолько много, чтобы постоянно их менять. Опять же, если вы переезжаете в Майами, вряд ли вам понадобятся там свитеры. У вас есть три пары отличных туфель. Вам они нравятся, нравится, как они на вас сидят. Но вот в чем дело. Вы их почти не носите. Вам больше нравятся эти челси, которые выглядят немного массивно. Что вы будете делать? Начнете носить туфли, которые у вас уже есть, или купите еще челси. Посмотрите на себя в зеркало. Хотите ли вы перестать ходить к своему парикмахеру и посетить барбершоп ради другой прически? В этом нет ничего плохого. Можно сделать новую прическу, а может даже подкрасить локоны. Люди постоянно мне говорят. Антонио, ты советуешь мне сделать педикюр или маникюр? А я вам скажу, ухаживайте за собой. Педикюр это потрясающее ощущение. И еще одна вещь, которую я не упомянул. Если у вас всего неделя до того, как вы устроитесь на новую работу, представим, что вы ожидали до последнего. Нужно ли покупать вещи через интернет, особенно в момент, когда вы переезжаете? Скорее всего нет. Вы потратите немного больше денег, но пойдете в соседний магазин мужской одежды. А лучше найдите самый популярный магазин в вашем городе. Когда вы путешествуете, то можно зайти в магазины в аэропортах. Там обычно всегда есть хорошие магазины мужской одежды, а в некоторых даже можно померить вещи. Следующий пункт – принятие решения. И опять же, как я уже говорил, мне нравится, когда все распланировано. И у меня есть список всех вещей, которые мне нужно сделать и купить. Их можно распределить в порядке от наиболее важных к наименее важным. Из всех вещей, о которых мы говорили в гардеробе, я объясню вам про штаны. Вы должны понимать, что вы не можете ходить в нижнем белье. Возможно, и можете, но вас, скорее всего, оштрафуют. Может быть, даже арестуют и точно уволят с работы. Представим, что у вас есть знакомая в ателье. Вы отдаете ей свои штаны, она их распарывает, подгоняет под вас, и они все еще отлично сидят. У вас есть две пары ботинок, вы просто сэкономили, и вы не приложили никаких усилий. И вот что. На деньги, которые вы сэкономили, вы идете в магазин и покупаете пиджак по скидке, который обычно стоит 50 тысяч рублей. В каком-нибудь комиссионном магазине он стоил бы 10 тысяч, а в другом 18. Главное, это качество. Вы знаете, что эта вещь будет отлично на вас смотреться. И вы захотели купить еще одну пару ботинок челси, но вы не обдумали это действие. Вы решили сразу купить их. Да, у вас есть красивые туфли на выход, и вы будете надевать их только по случаю, когда, например, устроитесь на новую работу. Но вы просто любите эти челси, и в них вы чувствуете себя комфортно, поэтому вы купили такие же, только в другом цвете. Они выглядят немного лучше, и вам это нравится. Сколько же потратить денег? Я не советую вам пользоваться кредитной картой и влезать в долги. Я считаю, что нужно откладывать деньги, чтобы иметь возможность купить что-то более качественное, более дорогое. Но реальность такова, что многие люди не делают этого. Я это понимаю, вам просто нужны деньги. Но представим ситуацию, вам пришла зарплата немного раньше положенного. Вам нужно было потратиться на переезд, и вы решили вместо того, чтобы нанимать грузчиков, арендовать машину и сами им отвезти, и сэкономить на этом неплохую сумму денег. И вы можете потратить эти деньги на свой гардероб. Подойдите к этому творчески. Может быть, вы сможете продать некоторые вещи, которые вам не нужны. И вот вы нашли способ собрать какое-то количество денег, которые можно вложить в свой гардероб, который, в свою очередь, поможет вам зарабатывать больше денег. Повторяю, господа, цикл Норд – это не на один раз. Это то, что вы будете делать снова и снова. Вам нужно будет наблюдать, ориентироваться, принимать решения и действовать снова и снова и снова, пока вы не дойдете до совершенства гардероба. Гардероб должен помогать вам. Он говорит за вас, показывает вас и помогает вам раскрыться на новой работе, в новой профессии. Не важно, чем вы занимаетесь, вы должны быть уверены, что эта одежда приносит вам деньги, и она преподносит вас. По сути, говорит за вас еще до того, как вы сами начали говорить. Итак, господа, я думаю, что многим из вас есть что сказать. Если вы хотите дать свои советы по созданию гардероба, то тогда я хочу услышать вас в комментариях под видео. Я их читаю. Теперь о том, о чем я говорил вначале, о похоронах Джона Бойда. Как я уже говорил, этого парня не приняли ВВС, он был своего рода изгоем. Причина в том, что он говорил много вещей, которые расстраивали генералов. Он был принципиальным человеком и хотел, чтобы все внимание было сосредоточено на задачи, а не на деньгах. И это разозлило его начальство, это разозлило многих людей, которые делали деньги. Это разозлило многих генералов, потому что самое неприятное в армии – это корысть. Я думаю, вы знаете, что иногда люди готовы на все, чтобы получить что-то большее. Это печально, но так происходит в любой бюрократии. Но он не стал мириться с этим, и в результате он так и не стал полковником, несмотря на все, что он сделал для ВВС. Тем не менее, когда он умер, к нему пришло большое количество морских пехотинцев, к человеку, служившему ВВС. Они не только пришли проводить его, но и положили эмблему морских пехотинцев на ритуальную урну. Вы знаете, что я служил в третьем батальоне первого полка морской пехоты. Дело в том, что вы не можете носить эту эмблему, если вы не служили в морской пехоте. Но есть исключение, и Бойт был одним из них. Потому что его уроки, то, что он рассказывал, все это было взято на вооружение корпусом морской пехоты, потому что в основе его мысли было то, как открыть себя заново. Мне это нравится, это касается не только вашего гардероба. Вы можете применить цикл Норд к чему угодно, к любому решению вашей жизни. Морская пехота – это простремление к жизни, к выживанию. Каждые 10 лет нас кто-то хочет убить или говорят, что мы никому не нужны. Морские пехотинцы смогли это переосмыслить и справиться с этим. Я думаю, это были Гейтс и Круллок, это они переписали книги о том, как мы подходим к ведению войны, во многом основываясь на том, чему учил Бойт. Фактически в 90-х годах, прямо перед войной в Персидском заливе, его вызвали, чтобы поговорить со Шварцкопфом, Чейни и всеми остальными, пытавшимися принять решение о том, как подходить к ведению войны. И корпус морской пехоты многому научился у Бойта. По этой причине многие морские пехотинцы просто чувствовали себя в долгу перед Бойтом и явились на его похороны в полном составе. Отойдем немного от грустного, надеюсь, это видео вдохновило вас. Какое видео посмотреть в следующем, как насчет этого, как преобразить повседневный гардероб. В этом видео я говорил о гардеробе для работы и много рассказывал о теории, но в этом видео я подробно рассказываю о том, как составить свой повседневный гардероб. Всем советую посмотреть данное видео, оно того стоит.